Уважаемые коллеги, основанием для того, чтобы сегодня говорить на конференции, посвященной проблемам атеросклероза о микроальбоменурии и эндотелиальной дисфункции, стала эволюция понимания причин возникновения микроальбоменурии и ее клинической роли, которую мы наблюдаем в последние годы. Прежде всего, микроальбоменурия, которая изначально связывалась с поражением почек у больных с сахарным диабетом и рассматривалась как ранний маркер этого поражения, в огромном количестве серьезных, очень популяционных и когортных исследований оказалась очень мощным преддиктором кардиоваскулярных заболеваемостей и смертностей. Особенно показательной с этой точки зрения было исследование ХОП, которое вам хорошо известно, в котором включались больные с высоким кардиоваскулярным риском, из них половина имела ишемическую болезнь сердца, а 80% артериальную гипертензию. Так вот, по данным этого классического исследования, наличие у больных исходной микроальбоменурии было мощным преддиктором, более мощным преддиктором неблагоприятных исходов, чем наличие ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Все эти данные были суммированы в большом количестве метаанализов, подтвердивших высокое прогностическое значение наличия микроальбоменурии в больных с артериальной гипертензией и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следующим очень важным этапом в эволюции понимания роли микроальбоменурии стала публикация данных флеймингемского исследования. У нормотензивных лиц с нормальной функцией почек, с нормальным обменом углеводов, то есть тех людей, которых мы считаем абсолютно здоровыми, наличие микроальбоменурии увеличило риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания в 4 раза и общую смертность в 2,5 раза. И вот эта публикация, она отнесла микроальбоменурию к так называемым классическим или флеймингемским факторам риска и поставила в один ряд с артериальной гипертензией, дислепидемией и курением. Естественно, все эти данные в популяционных и когортных исследованиях поставили вопрос, какова связь появления минимальных количеств альбумина в моче и кардиоваскулярной заболеваемостью и смертностью. Мы все прекрасно понимаем, что появление альбумина в моче свидетельствует, если несколько упростить патрофизиологическую ситуацию, об изменении проницаемости мембран клубочков и возможности фильтрации альбумина. В начале 90-х годов появилась так называемая теория Стена, которая поставила вопрос о том, что вот это нарушение проницаемости мембран клубочков, оно обусловлено эндокалиальной дисфункцией. И вследствие этого увеличивается проницаемость и прохождение альбумина. Эта теория получила очень серьезные подтверждения, как в экспериментальных, так и в клинических исследованиях. Была показана абсолютно четкая взаимосвязь уровня микроальбуминарии с известными классическими маркерами эндокалиальной дисфункции. И абсолютные подтверждения были получены в исследовании с смеченным альбумином, где было показано, что количество альбумина, которое теряет больной с мочой, абсолютно четко коррелирует и соответствует тому количеству, которое в целом выходит за пределы сосудистого русла. Из этих всех исследований был сделан вывод о том, что экскреция альбумина с мочой, микроальбуминурия, связана с транскапиллярным выходом альбумина, обусловленным эндокалиальной дисфункцией. Если на уровне артерии эндотелиальная дисфункция запускает хорошо нам с вами известные процессы, которые в целом можно характеризовать как процессы атерогенеза и атеротромбоза, которым посвящена сегодняшняя конференция, то на уровне капилляров эндотелиальная дисфункция приводит к изменению геометрии и увеличению транскапиллярной проницаемости. И фактически почки являются тем окном, через которое мы видим процессы, происходящие в том числе и в коронарных, и в церебральных сосудах, и приводящие к коронарным и церебральным катастрофам. На сегодня вот эта связь наличия микроальбуминурии и развития атеросклероза, выраженности атеросклероза, получила многочисленные подтверждения и в экспериментальных, и в клинических исследованиях, и прежде всего в популяционных исследованиях. Так, по данным популяционных исследований, наличие микроальбуминурии является очень мощным преддиктором развития инфаркта миокарда и развития ишемической болезни сердца, независимо от всех известных традиционных факторов риска. Кроме того, у больных с ангиографически документированным атеросклерозом была показана четкая взаимосвязь наличия микроальбуминурии и выраженности коронарного атеросклероза, которая увеличилась на 70% у больных, имеющих исходную микроальбуминурию. И, наконец, у больных с ишемической болезнью сердца. Это очень крупное исследование ПИС, которое было проведено у больных с ЭБС, целью которого было применение блокаторов ненитензиновой системы для лечения таких пациентов. Но это исследование дало еще очень интересные результаты. Оно показало, что появление альбуминурии в пределах нормальных значений. Обратите внимание, что микроальбуминурия – это вот эти два последних столбика. А вот это вот – это все то, что мы на сегодня считаем нормой. Появление у больного ЭБС нормальных количеств альбумина, которые еще меньше по значению, чем микроальбуминурия, значительно и достоверно увеличивали риск неблагоприятных исходов у больных с ЭБС. Были проанализированы те факторы, которые приводят к развитию микроальбуминурии. Видите, что они очень похожи на те классические факторы риска и совпадают с классическими факторами риска, которые приводят к развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца. И оказалось, что ведущим фактором на самом деле является не сахарный диабет, как мы считали ранее, а наиболее мощный фактор – это артериальная гипертензия. Уже при высоком нормальном давлении риск появления микроальбуминурии существенно увеличится. Но наиболее мощным фактором, приводящим к развитию микроальбуминурии, является повышение систолического давления, особенно в ночное время. И вот эта группа пациентов, больные с изолированной систолической гипертензией, имеют наиболее часто микроальбуминурии. И здесь ключевым моментом является процесс развития атеросклероза, повышение плотности аорты, повышение, увеличение центральной отраженной волны, как следствие пульсового давления, и приводящие к повреждению дотелия сосудов, в свою очередь усугубляющие развитие атеросклероза, но в почках это проявляется тем, что у больных таких появляется микроальбуминурия. И мы фактически можем видеть активность этого процесса. Следующий важный момент в эволюции клинической роли микроальбуминурии, это связан с тем, что изменились технологии и методы оценки. На сегодня мы имеем достаточно простые методы, которые мы можем использовать в клинической практике, для того, чтобы использовать микроальбуминурию, как маркер высокого кардиоваскулярного риска и развития атеросклероза. Прежде всего, использование соотношения альбумин-креатинин, оно позволило нивелировать значительные суточные колебания и получить достаточно хорошо воспроизводимые данные. Кроме того, появились полуколичественные методы экспресс-определения микроальбуминурии. И это тоже очень важный момент, поскольку он делает исследование доступным, дешевым и воспроизводимым в условиях амбулаторной практики практически в любом месте. Я могу сказать, что в Украине на сегодня такое исследование стоит 3 гривны 60 копеек для одного больного. Следующий очень важный момент – это определение, на самом деле, что такое микроальбуминурия, в каких пределах мы должны говорить о микроальбуминурии. Вы видите, что в современном определении у классификации альбуминурии появилось такое появление, как высокий нормальный уровень альбуминурии. И у меня, например, возникает вопрос, что это такое и что с ним делать. Если больного выявлено, с помощью того же полуколичественного метода тест-полосок мы можем определить высокий нормальный уровень альбумина. На самом деле, уже наличие высокого нормального уровня экспрессии альбумина, по данным крупных популяционных исследований, приводит к достоверному росту кардиоваскулярной и общей смертности. Все эти крупные исследования опуляционные были суммированы в огромной метаанализе более 700 тысяч человек олен с определением соотношения альбумин-креатин-мочи. И вы видите, что при соотношении 1 и 1, которые мы считаем нормой, достоверно возрастает общая смертность. Вот здесь только начинается микроальбуминурия. Поэтому на сегодня экспертами, которые занимаются этим вопросом, предлагается отойти от этого традиционного отделения на микро-макро, высокое нормальное значение альбумина, низкое нормальное, а перейти к линейной оценке риска для больного на основании уровня микроальбуминарии, так же, как мы сегодня оцениваем по уровню артериального давления. Поскольку риск кардиоваскулярной смерти у больного линейного и у тех людей, которые мы считаем здоровыми в популяции, но с микроальбуминурией, линейно возрастает, начиная от самых минимальных количеств альбумина. Какова же сегодня роль в клинической практике и прежде всего в лечении больных с ишемической болезнью сердца? И я бы определил точнее на ранних этапах, потому что на более поздних этапах мы на сегодня не разработаны методологии, как использовать микроальбуминурии. Прежде всего, определение микроальбуминурии у больных с артериальной гипертензией позволяет адекватно оценивать кардиоваскулярный риск. Это тот вопрос, который сегодня уже поднимался. Как оценить индивидуальный риск у больного? Вы, наверное, хорошо знаете о том, что 75% кардиоваскулярных катастроф происходят у тех пациентов, у которых риск оценивался как низкий. И только 25% у пациентов с высоким риском. В этом нет противоречия. Это происходит не потому, что у них риск низкий, а потому, что мы на сегодня не умеем его правильно оценивать. И те подходы популяционные, которые есть на сегодня, таблицы Фременгемская шкала, шкала Скор и так далее, это такие первые робкие шаги, попытки как-то оценить этот риск. И микроальбуминурия является одним из тех инструментов, которые позволяют выявить пациентов с высоким риском, у которых риск до этого оценивался неадекватно. В этом отношении очень показательны данные регистра ICOG. Это реальная клиническая практика кардиологов в странах Западной Европы и Канады. Период наблюдения 12 месяцев. Для артериальной гипертензии это очень короткий период наблюдения. Это не больные с сердечной недостаточности, которых умирает почти половина в течение года. И вот за такой период коротких наблюдений у больных с наличием исходной микроальбуминрии частота регистрации новых случаев ИБС была более чем в три раза выше, чем у больных без микроальбуминрии. Что такое новый случай ИБС? Это стенокардия Денова, то есть это острый коронарный синдром, и это фактически показывает активность атеросферотического процесса. Обратите внимание, что смертность была выше в четыре с половиной раза в больных, исходную микроальбуминрию. В целом, при очень высоком парагностическом значении по оценке Европейского общества кардиологов определение микроальбуминрии имеет очень высокую доступность и относительно низкую стоимость. Поэтому с точки зрения оценки риска микроальбуминрия сегодня европейскими экспертами поставлена на первое место в оценке риска кардиоваскулярного риска у больных, по крайней мере, с артериальной гипертензией. И Европейское общество кардиологов рассматривает определение микроальбуминрии как наиболее удобный, простой и недорогой маркер повреждения органов мишени эндотелия сосудов. Я хочу подчеркнуть это. Слово почки из рекомендаций и европейских, из американских оно вообще исчерплено сегодня. Последний консенсус по лечению пожилых и больных, американских в разделе микроальбуминрия слово почки не появилось ни разу, я специально просмотрел. А в европейских сделан акцент, который очень важный. Это маркер поражения эндотелия сосудов и раннего, и запуска практически процесса атерогенеза и атеротромбоза. И риска кардиоваскулярной заболеваемости, кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. Есть еще очень важный момент. Больные должны проходить не только скрининговое исследование, когда мы начинаем терапию для правильной оценки риска и правильного начала терапии, но и должны проводиться определения в ходе терапии, поскольку микроальбуминрия очень хороший маркер того, куда движется наш пациент. И того, насколько эффективна наша терапия. Здесь представлены наши сегодняшние возможности в порядке убывания эффективности. С точки зрения экспертов, занимающихся данным вопросом, наиболее эффективно на сегодня использование блокаторов ренино-ангиотензиновой системы. Также достаточно эффективно само по себе снижение артериального давления, уменьшение механической нагрузки на эндотели и степени эндотелиальной дисфункции. И контроль гликемии у больных с сахарным диабетом. В отношении всего остального на сегодня достаточно противоречивые данные получены. В частности, использование статинов дает неоднозначный результат в различных исследованиях. Некоторые были получены результаты, некоторые статины не влияли на уровень микроальбуминарии. Вот то, на что мы сегодня однозначно можем использовать, это использование блокаторов ренино-ангиотензиновой системы. И здесь нет двух разных мнений, разных экспертов. Абсолютно все рекомендации и все специалисты пишут о том, что таких больным нужно давать блокаторы раз. Но у меня, например, возник вопрос, когда я вижу эти рекомендации, если это пациенты высокого кардиоваскулярного риска, то они должны получать комбинированную терапию. Как минимум два препарата. И у меня возникает вопрос, а какой второй? И вот для того, чтобы... У вас есть предложение? Инъебиторы с сортанами, наверное, это не та ситуация. Здесь нет смысла комбинировать. Это не больные с высоким... Если бы была протонурия больше одного грамма, наверное, да, мы бы дали два сортана инъебитора. И поскольку это больные с микроальбуминарией, с высоким риском, то нужно давать второй препарат. Поэтому, первое, у нас есть выбор между инъебиторами и сортанами. С точки зрения патогенетических рассуждений, которые должны получить клиническое подтверждение, есть у нас на сегодня три возможности блокирования ренино-гетензиновой системы. Это применение прямых блокаторов ренина, блокаторов ангетензин, превращающих фермента, и блокаторов рецепторов ангетензинового первого типа, то есть, поиск применения сортана. Есть ли какая-то разница с точки зрения патогенеза? Если мы блокируем превращающий фермент, то мы блокируем образование ангетензина-2 на какое-то время, и блокируем активацию рецепторов первого типа и рецепторов второго типа. Со временем мы все прекрасно видели таких пациентов в большом количестве. Начинается образование ангетензина-2 по химазным путем, АПФ независимым. Ангетензин-2 образуется, и все процессы запускаются по-новому. Если же активируются ангетензином рецепторы первого типа, то мы все прекрасно знаем, к чему это ведет. Это запуск процессов атерогенеза и атеротромбулз. Активация же рецепторов второго типа – это фактически противовесный механизм, который, с одной стороны, усиливает синтез оксида азота, уменьшает оксидативный стресс, а с другой стороны, активация рецепторов второго типа уменьшает активацию рецепторов первого. Там есть очень мощное взаимодействие между этими двумя системами. Поэтому с точки зрения патогенетических рассуждений, экспертами, которые занимаются этим вопросом, предлагается как наиболее эффективный метод использования сортановых – селективная блокада рецепторов первого типа. И получение дополнительного эффекта за счет стимуляции рецепторов второго типа и позитивного влияния на функцию эндотелия. Кроме того, сортаны, в частности, лазап, как наиболее широко используемые в Украине сортан, влияют на все эти факторы, которые были выявлены в крупных исследованиях, приводящих к развитию микроальбуминурии. Это помимо уменьшения артериального давления, это позитивное влияние на обмен углеводов, увеличение скорости клубочков, фильтрации, улучшение суммарной функции почек, замедление, позитивное влияние на обмен липидом. И лазап является на сегодня уникальным препаратом из антигипертензивной, который повышает за счет урикозурического эффекта, уменьшает уровень мочевой кислоты плазмы, преустреляет вот этот фактор, очень мощный фактор, приводящий к развитию оксидативного стресса, как бессимптомная гиперрекемия. И вот то, о чем я уже начал говорить, это пациент, у которого мы выявили микроальбуминурии, это пациент с высоким кардиоваскулярным риском. И с точки зрения сегодняшних подходов лечения таких больных, ему терапию надо начинать комбинацией, то есть комбинация лазап либо с диуретиком, либо с антагонистом кальция. Для того, чтобы все эти подходы проверить в клинической практике, нам было проведено исследование в условиях нашей амбулаторной практики в городах Винниц, Горловка, Днепропетровске и так далее, вы их все здесь видите, я хочу выразить славопризнательность всем участникам этого исследования, которые, к сожалению, мы не смогли поместить на один слайд, поэтому мы их не представляем. Я представляю эти данные от их имени, как координатор исследования. Первое, что... Мы ставили две задачи. Первая, это проверить, насколько данная методика работает в нашей клинической практике. И вторая, какие методы коррекции микроальбуминурии у таких пациентов наиболее эффективны. Проводилось скрининговое исследование. На сегодня проведено определение микроальбуминурии более чем 100 тысяч пациентов в очень большом количестве городов Украины. Из них мы... Сегодня проанализировали чуть более 2,5 тысяч клинических случаев. И пациенты с микроальбуминурией им была рекомендована начинать комбинированную терапию либо комбинацию лозапаса и гидрохортиозитов, либо фиксированной комбинацией, либо подбирать дозу при необходимости, либо комбинацию лозапаса с антагонистом кальция. Помимо определения микроальбуминурии больные обследовались так, как они должны обследоваться в соответствии с рекомендацией, то, что можно было сделать в условиях нашей амбулаторной практики. Поэтому мы взяли все-таки те уровни микроальбуминурии, которые на сегодня рекомендованы. И для женщин это больше, чем 3,4, для мужчин больше, чем 2,5 миллиграмм на моль соотношения альбумин, креатинин и моче. И вот такая комбинированная терапия предполагалась. Вот это скрининговое определение микроальбуминурии показало, что у 36% больных с артериальной гипертензией было выявлено наличие микроальбуминурии. Причем оно возрастало в выявляемости в больнице с гипертрофией миокарда левого желудочка, ожирением и сахарным диабетом. Достаточно сильная взаимосвязь наблюдалась прежде всего с наличием гипертрофии миокарда левого желудочка. Вы видите, что уровень микроальбуминурии был в 2 раза выше в больных с наличием гипертрофии по сравнению с теми больными, у которых гипертрофии не было. И в больных с дислепидемией и наличие и сопутствующей ишемической болезни сердца. То есть скрининговое определение микроальбуминурии очень хорошо коррелировало с наличием и выраженностью атеросклероза, несмотря на то, что использовался полуколичественный метод, экспресс-метод определения. На сегодня закончили трехмесячный курс терапии 443 больных, которым мы определили, оценили результаты лечения. И мы получили неожиданно для себя группу сравнения, которую никто не планировал. Это группа, получавшая монотерапию лоза. В общем, 80% больных получали 50 мг и только 20% в дозу 100 мг. В целом, вы видите, что давление исходное было выше у больных, получавших комбинацию лозапаса-блодипинов. И снижение архиттериального давления также было более выражено при использовании данной комбинации. Второй очень важный момент, который мы выявили для себя, это то, что мы с вами делаем, или наши колеи, в реальной амбулаторной практике. Когда давалась фиксированная комбинация, то больной лоза плюс, то больной до конца ее и получал. Даже если нужно было дозу коррегировать, все равно коррекции дозы не было. Это одна из проблем, связанная с применением фиксированных комбинаций. Наверное, все-таки нужно коррегировать дозы. И третий момент, очень важный, явно эта группа, получавшая монотерапию, она получала терапию неадекватную. Все-таки нужно было давать лозап в комбинации с гидрохлортиазидом или с амладипином, как предлагалось, поскольку это пациенты высокого кардиосклерного риска. Динамика изменения микроэболинерии тоже показала, что те больные, которым принималось решение о назначении комбинации лозапа с амладипином, имела исходно более высокий уровень микроэболинерии и более высокий уровень снижения. В целом, можно сказать, что эти две комбинации, лозап с гидрохлортиазидом и лозап с амладипином, имели сопоставимый уровень снижения микроэболинерии, который в большей степени зависел не от того, выбирали ли гидрохлортиазид или амладипин от исходного уровня микроэболинерии и от степени снижения артериального давления. И вот это тот фактор, который очень существенно влияет на эффективность устранения микроэболинерии. Каково клиническое значение изменения микроэболинерии? Было очень четко показано в ряде исследований. Это из хорошо вам известных исследований с лазертаном Life, которое показало, что если у больных в течение первого года терапии микроэболинерия уменьшалась на фоне лечения лазертаном, то количество кардиоваскулярных событий, а это инфаркт, инсульт и смерть, уменьшалось на 40%. Если же в течение первого года уровень микроэболинерии увеличился, то количество кардиоваскулярных событий увеличилось на 60%. Несмотря на то, что вот в этих группах снижение давления было сопоставимо. А судьба больных совершенно разная. Поэтому кроме снижения давления, есть еще ряд, это частично ответ на тот вопрос, который уже прозвлечал. Потому что у одного больного можно снизить давление, он может прекратить курить, но при этом у него может расти микроэболинерия, и судьба его будет неблагоприятна. Несмотря на то, что мы устранили традиционный фактор риска. Еще одно исследование, опубликованное в этом году, это исследование больных с резистентной гипертензией, показавшее абсолютно аналогичный результат. Здесь использовалось в среднем 4 препарата. Уменьшение микроэболинерии на фоне терапии уменьшало количество неблагоприятных исходов на 27%, увеличение увеличило на 60%. В целом, из данного исследования мы сделали для себя вывод, прежде всего, и самое главное, о том, что данный подход, он работает. Он хорошо работает в условиях амбулаторной клинической практики. И если говорить о терапии, рекомендованной терапии, то комбинация лазапа с гидрохлортиозидом лазаплюс и комбинация лазапа с амладипином лазаплюс 1, она дает сопоставимые результаты и их можно, наверное, на равных основаниях использовать для лечения больных с микроэболинерией. Спасибо.